я не могу говорить и еду на кабриолете прием прием к погружению в запой готова всем привет дорогие друзья с вами олечка бобяк мы прилетели в аэропортер джана сейчас 2 часа ночи кати квест забирать машину с парковки так как аэропорт джане новый он открылся менее двух месяцев назад и всего две недели назад здесь появился 4g мне кажется как будто бы они очень сильно готовились к моему приезду главное что мы долетели все хорошо хочу много 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 времени 24 на 7 проводить на море много гулять смотреть интересные достопримечательности но море у меня конечно же в приоритете ну то вы понимаете да вас ждет очень хороший обзор кипра потому что место такое достаточно нетуристическое и принципе это очень прикольно я люблю такие места и на кипре в принципе мечтала побывать но очень ген делать не стала для того чтобы на южную сторону где я на по вот эти все истории побывать так что будем на турецкой части good morning my dear friends то что ты наше первое утро на кипре такой от меня человечек ну как утро все станет час дня уже но просто мы приехали поздно поэтому я долго спала и все было намерен в общем сейчас идем загорать мы зашли до бассейна просто смотрите какой кайф блок с кипра обещает быть очень продуктивным пока я чилила у бассейна на этом и хозяйка катя приготовил такой завтрак смотрите как все красиво уложено уже вечер первого нашего дня на кипре едем мы с катя в магазин и что меня очень сильно удивляет так это правостороннее движение мы продолжаем рубрику тестируем местную еду сейчас мы возьмем суклач это вот такой рисовый пудинг и я сделала вам обзор будем тестить на самом деле магазин который мы пришли очень атмосферный здесь большой выбор вот огромное количество сладкого всякие печенья есть тоже красивые конфеты турецкие сладости классические но их пробовать как-то не прикольно мы посчитали но вот выбор большой будем тестировать рисовый пудинг ну вайп детского сада реально такая рисовая каша которая чуть сладкая ну это вкусно но это реально вайп детского сада сейчас опять будет прошлый раз когда мы пробовали киунифе я очень долго металла чего мне не нравится мне или нет в итоге ну что hello my dear friends продолжается у нас пляжный контент мы сегодня приехали в beach клуб beach club если быть точнее в общем здесь очень красиво хочется фоткать каждый уголок моя рыбка нырнула и посмотрите сами как здесь красиво моя девчоночка прием прием к погружению запой готова как слышно а еще у нас появилась уже с катей своя традиция мы ужинаем на террасе каждый день и посмотрите как раз создаю атмосферу white white кейт там готовят такая у меня хозяюшка сервирует нам еду мальчики эта красотка свободно так вот сидим уютненько я более уютненько сижу потому что я гость у меня вип условия и кресло яичко 7 9 утра я уже чили у бассейна очень мне нравится место визуально так красиво выглядит в общем так начинать день и рано вставать я готова hello my dear friends ну что но день новое приключение мы едем в гирну правильно гирне гирне хипс тудей сложно с этим названием короче мы едем гирне это такой город в северном кипре и заедем еще в левкошу это столица северного кипра мы заехали на перекус так скажем в классный кафе хоть прикольным видом смотрите как клево просто white pipe вот такой вот у нас парижский завтрак на кипре ха-ха заценили калампур ребята только что зафиксирован лучший круассан в жизни смотрите вот такой фисташковый смотрите сколько крема короче это самое лучшее что я пробовала в мире это очень вкусно а еще прикиньте самом начале когда я собиралась ехать кати она сказал что меня ждет бонус знаете какой мы едем на кабриолете я мечтала я мечтала реально у нас все у нас крыша слетела какой калампурчик заценила я не могу говорить я еду на кабриолете зацените это наш малышечка такая вот просто скажите балдежка ну в общем настроение супер как обычно ехала сейчас по дорогу как этот человек который первый раз видел машину фоткалась но что я реально это была бы мечта такая микро мечта ну даже как цель прокатиться это круто надеюсь что за эту поездку я успею кать на веспе прокатиться кать быстренько быстренько поднапряги все свои связи смотрите как красиво мы приехали в какую-то деревню в английском стиле есть везде такие уютные домики я не перестаю удивляться тому насколько многогранна турции и ребят это реально не просто all inclusive если вы хоть какие-то другие части то можно увидеть много разной культуры и турецкой восточной и какой-то более европейской и виды и все будет завораживать вид просто нереальный hello my dear friends ну что сегодня получился очень классный интересный насыщенный день который я вам не показывала потому что была в процессе отдыха ну ладно частично вы что-то посмотрели сейчас мы приехали на винодельню ужинать друзья начинаем утро правильно единственное что я сказал как что я хочу во время поездки в турцию это турецкий завтрак знаете когда просто стол заполняет все возможными видами еды и ты это ешь ну вот собственно зацените он такая у нас сегодня поляна что нам принесли еще один так вот это все выглядит город судюк это пищи называет . ну что он как обычно я провожу свое время на пляже и все знаете этот переписываясь другом он не сказал о том что он не сигнус моря редко точно поэтому сижу рисую в песке у меня же уже компания вот мы рисуем уже вместе с моей подружкой в общем ездим на люксовом двигаемся на свете посмотрите какая у меня классная девчонка мой таксист леночка уберблэк вот это ее такая классная машина и я конечно с кабриолета просто схожу с ума мне прям нравится и если чувствую как будто у меня все в жизни уже получилось благодаря лене ну что всем халлоу мои dear friends наконец-то я вышла на связь и первый раз чтобы понимали за неделю на кипре привела себя в порядок то есть уложилась накрасилась потому что мы собираемся на ужин хочу вам сказать что весь мой отдых это чисто ментальный пляжный chill я хожу собираю ракушки я очень люблю купаться в море нырять чувствую себя беззаботным ребенком если честно на отдыхе и конечно же вспомнила о вас и решила рассказать как у меня вообще дела потому что что тоже ски про вам надо показывать я обещаю я сейчас исправлюсь мне все есть несколько дней пять дней отдыха и за это время его мы снимаю контента посмотрите какой мне закат красивый буду так снимать чтобы вы видели также там все засвечено наверняка могу рассказать вам свои впечатления северном кипре когда меня спрашивают местные нравится ли мне кипр я такая да очень и мне говорят значит у тебя проблемы с головой сюда нет мировых доставок нет каких-то старбаксов макдональдсов типа zara и чендема ничего вам это не напоминает ну просто это считается непризнанным государством но уже 74 по моему года такой статус у кипра и все нормально существуют на самом деле здесь очень круто очень много русских ребят очень много разных ребят со мной знакомиться почему-то когда я в купальнике у меня уже в бич-клабе в котором мы все находим есть любимый официант который меня зовут на свиданке конечно прекрасная душа и все в таком духе когда я плаваю бассейна здесь у меня есть тоже фанаты такие брутальные парни которые все время хотят взять мой номер телефона я ныряю под воду типа ничего не слышу потому что я почему-то стесняюсь ну а чё я не могу посмущаться слишком много внимания этой принцессе я надеюсь что вы еще много чего покажу и рада что нашла минутку поболтать с вами я уже соскучилась нереально у нас очень жарко 33 градуса сегодня как-то необычно печет солнышко я даже сегодня в теньке лежу а я вообще-то все время пытаюсь уловить свой загар так сказать еще за время этого отпуска я научилась нырять как рыбка найти так вот такие от меня успехи сегодня мы поедем смотреть как выпускает маленьких черепашек в море я так довольна я так хотела посмотреть ну что дорогие друзья мы опять дороге у нас к вот перекус таксиста чек моя водила едем на хэтчин это выпуск черепашек маленьких к морю я так на самом деле хотела посмотреть этот процесс мне кажется так мило и сентиментально что могу расстрогаться и расплакаться проблема загрязнения океана пластиком связанных с черепахами они питаются медузами и пластиковый пакет какой-нибудь похож на медузу можно медузу и вот сейчас все расширили фотографию это организация местная сделала что маленькая черепаха она еще даже не сильно больших размеров была она съела что-то там 250 это какое-то очень большое количество кусочков пластика у нее из желудка достали и стараются здесь детям рассказать почему вообще вредно пластика на кипре то очень популярное стало развлечение все едут с детьми ты едешь с детьми пока мы едем и ехать нам час кати мне провела лекцию о черепахах я расскажу вам что узнала я вообще подумала зачем человеку помогать черепахам казалось бы оказывается это исчезающий вид занесен в красную книгу морские черепахи очень редко самостоятельно доходит до моря то есть они часто запутываются в чем-то и очень большое количество черепашек умирать еще не дойдя до моря круче меда так все загрустила и так растрогала что люди вообще-то помогают и мне так это всегда радует и мне кажется еще пару лет и я стану экоактивистом буду где-нибудь волонтерить собирать черепах чувствую что мне это очень понравится но потом возможно лежать где-то с аллергии потому что у катя например кот а у меня аллергии на животных но я все время такая я не люблю животных но на самом-то деле люблю просто у меня аллергия жесткая и вот я вчера на тискалась утра с катяным котом потом выхожу через пять минут с краснющими такими глазами ну вот я не могу но я не могу мне нравится мне вот это вот нелюбовь к животным она вынужденная внутри то я бусинка и люблю их понимаете кричали гитта сложно здесь могла быть реклама цитрина коммия фармацевтической компании мы же приехали смотрите сколько народа все желающие посмотреть как выпускать черепашек я уже увидела двух они такие красивые такие просто перед тем как выпуске черепашек проходит такая лекция рассказывать про них всякие интересные факты на моменте сбора пожертвования мы ушли после того как я узнал что за волонтерство там нужно заплатить денег чтобы бесплатно поработать что то им жертвовать не очень уже хочет ну в общем да там какие-то суровые условия что я вам скажу черепашки супер милые они так мажут они такие бусинки но мы ехали реально час в одну сторону час в другую сейчас поедем ради 10 минут но я реально очень обрадовалась когда их увидела в общем прикольно еще одна места сбылась hello my dear friends ваша путешественница как обычно на базе сегодня мы едем на карпас мы подъезжаем уже к первой локации это марина как яхт клуб что-то такое короче сейчас покажу вам выбираем с катей яхту себе какой выберем малышечка решают же вопрос о признании северного кипра юго-север они каждые президенты собираются каждый год чтобы попробовать решить конфликт карпас это одна из точек который не дает разрешить вопрос потому что греки перед отдать им корпусы и мы решим вопрос никто не хочет отдавать ему я еще очень люблю играть в компьютерные игры играл в гта 5 короче в очередной раз и знаете что я вам скажу некий пор очень напоминает это опять реально сейчас мы как будто вы заехали там где тревор живет потому что мы сейчас видели кучу байкеров посмотрите там просто сейчас можно идти в горы и стрелять оленей реально очень похоже вообще это такая смена картинки и отпуск в целом очень классно ты перезагружаешься ты вот меняется привычные виды и я тоже не сухой я в шоке реально почему он меня разъебывает так это тукливый какой-то а необычный я первый раз в жизни кормлю ослика это так круто ты уверена что первый раз нет еще бывшего кормила как да и кайфа же даку под клуб тебе страшно Ни волка, ни паси мне. Ладно. Он на меня отвлечет. Я не знаю, почему он у вас боится. Это какой-то маскулинный мужик. Мы остановились на смотровой площадке. Здесь просто нереальный вид. Ну, нереальный. Это капец, как красиво. Сейчас мы увидели, как вот туда лиса побежала. Офигеть. Ну, здесь вообще такая дикая природа. Это вообще очень красиво. И с веглом. Ну что, еще одно мое желание исполнено. У меня просто уже их миллиард здесь исполнилось. Покупаться на закатном солнце. Я просто обожаю море, воду во всех ее проявлениях. Я сейчас себя чувствую самым спокойным, умиротворенным человечком на свете. Наверное, вы меня плохо слышите, но море это простительно. В общем, я не плачу, это просто ветер. Мы ждем закат, когда появятся звезды на небе, потому что здесь очень мало электричества. И, в принципе, на Кипре очень хорошо видны звезды по этой же причине. Я сейчас так растрогалась, глядя на все это, и подумала, что это один из лучших моих отпусков. И вообще, я так рада, что я поехала. Несмотря на какие-то определенные трудности. И, в общем, я настолько кайфую и настолько наполняюсь от всего, что происходит. Мы нашли Скорпиона. Здесь вопросы из вот этого. Как происходит Скорпиона? Да, и так с каждым знаком. Покажи Козерога, это моя любимая. Просто треугольник. Какой-то вот такой спутник под нами. Вы еще посмотрите на цвет моего лица и рукой. Короче, я нереально миссис Крабс сегодня. А еще здесь стоят такие фургончики с мороженым. И, конечно же, я не удержалась. В общем, ребята, мы гуляем по Вароши. Это заброшенный город, который в 74-м году покинули люди. Получается, в 74-м году началась война. Сюда приехали и сказали, ну, ребятки, до свидания. Все собрали свои вещи и одним днем уехали. Сейчас будем слушать дальше экскурсию Кати. Изначально это была вот такая небольшая часть, и туда к морю можно было пройти. Потом уже открылись, и мы сейчас вот пойдем. Там уже кафе построили. Там еще часть открыли. Прямо уже пляж открыли. То есть здесь прямо можно пойти на пляж и спутаться. И они потихонечку как бы облагораживают, что будет вообще происходить с этой частью города. Пока не очень понятно. В самом деле архитектура красивая. И раньше, я так понимаю, считался очень престижным районом туристическим, да? Ну, как рассказывают все киприоты об этих пляжах. Здесь хороший, действительно красивый пляж. Здесь очень много отелей. И все киприоты очень гордятся, что вообще Кипр в 70-е, в 60-е это было такое место для типа современного Сантропе какого-то такого. И здесь видишь сразу архитектура греческая. Здесь все примерно выглядит одинаково. Но на греческую сторону, когда заезжаешь, все равно какое-нибудь здание типа министерства, чего-нибудь. Оно будет вот так вот с колоннами. И было очень интересно. Продолжая обозревать рекламу, видите? Два конкурирующих бренда. В общем, я попросила Катю привезти мне какой-нибудь стрит-фуд. Майя на бизике, на бизике двигается. Ребята, я очень долго отникивалась от Айрана. И сейчас у Кати решила попробовать. Короче. Это как вода от зерненого творога. Солененькая такая. Как, не знаю, легкий кипир. Короче, это очень вкусно. I recommend it. Айран 1010 разъем. Я обожаю, что у всех ресторанов делают какие-то комплименты. Для меня это прям любовь. Можно еще что-то попробовать? Помните, как в прошлом влоге у меня морковку приносили? Я тоже была рада и впечатлена. Сейчас здесь тоже есть, что вам показать. Такие вот у нас стартерс. Вот такая лепешка. Смотрите, какой прикол. Вы видали? Она прям горячая. Короче. И вот такой слайлот. И это нам принесли первое блюдо. Катя заказала второй айран, к слову. Насколько он мне понравился. Я его отобрала. В общем, пиде. Это такая лепешка с сыром, фаршем. Мукбанг, соль да бобя. Сейчас вы наблюдаете кадры, как я сжигаю себе небо. Это очень вкусно. Ну, типа пицца. Типа хачкуришка с такой. На твоем контексте. Это очень вкусно, прикольно. I recommend it. Нам принесли микс кебабчиков. Мы приехали с Катей в такой местный парк развлечений. Сейчас вам все покажу. Обожаю вот это вот ощущение, когда ты подходишь к парку развлечения. И такой резкий запах попкорной и сахарной ваты. Я просто сразу себя чувствую ребенком. Уговариваю Катю пойти на шейкер. Катя, пойдем. Реально? Можно это не вставлять будет? В общем, я уговорила Кате, мы идем. Это к столу здесь стоит 100 рублей, ребят. Я в шоке. Ну что, колбасимся по полной. Долго ты меня уговаривала? Да. Она согласилась за 2 секунды. Ахахаха. Ты просто каждый день с ногами вышли как влечаешься. Типа качели. Моя вестебиодка. И мы с ним приехали на Кипр, ты чего знаешь? Вчера свои сегодня качели. Через другую! Бля. Епачь, там бутыли. Аааааа. Хелло, мои девы, фрэнс. Я думала, что это будет очень высшенный день. Последний день всегда такой И сегодня у меня утро начинается очень приятно Между прочим, я пришла в спа Мы с Катеринкой вчера немножко повисели Сегодня немножко сложно Эта девчоночка была на вайбе В общем, пошла я релаксировать Ну что вам сказать Я просто как будто новорожденная Массаж был очень классный Меня просто мурашками каждую секунду покрывало Ну что, мы пришли на мой Такой, скажем, провожательный в Россию ужин Мы пришли в заведение Которое называется Аспава И формат у него как механа Это когда тебе приносит очень-очень много еды Смотрите, например, это стартеры Ну, как бы На стартерах, в принципе, можно и закончить Пока мы еще не справились со стартерами Нам уже принесли какие-то штуки новые Вот такие вот фритюрные Но все очень вкусно Необычно Мне нравится Продолжаем Угланд, сольчка, беда Опять что-то принесли Как вы понимаете Суть этого заведения Взяли так, чтобы ты просто не встал со стола Я вот, чтобы вы понимали Только начала есть картошку Но у нас опять пополнение У нас уже многоэтажная еда просто Просто жесть И надо еще как-то оставить место для мяса Короче, нам принесли мясо Ну, с ним мы очень сложно справляемся Катя мне еще говорит, что А как же десерт? Ну, короче Моихана это просто убийство Реально убийство Едой Это очень много Даже уже к основному блюду У тебя нет места А вот и чай с десертом Ну, наконец-то, я заждалась У меня уже классическое Аэропортное настроение в дити-фри Смотрите, я тот человек Который может накрутить себя Без причины Я не могла взвесить багаж Так как у Кати не было висок И я не знала, сколько я везу с собой килограмм Разрешен, но у меня было только 15 На первом полете За второе не переживала Ну, короче, у меня получилось экстра 5 килограмм Но благодаря своему обаянию Мне их простили Вот такой муд Накрутить себя зато За две недели до этого Давай бы идеального полета Ну, вы понимаете, так как мне повезло Двигаемся над своей головой Ну что, мои диафрендс Покупочки в дити-фри по классике Ну, сейчас это стала очень дорогая классика В общем, иду на посадку Ну что, мои диафрендс Встретила нашу Нашу просто Ольгу Све-говну С красками цветами Наполеоном Просто и с хорошим настроением Я так люблю эту девочку Это просто нереально Господи, как я люблю, что она у меня есть Как я скучала Я вообще нереально Посмотрите, ну просто зацените Короче, настроение супер Я рада вернуться домой Скажу вам так Типец, ты такая загорелая Просто посмотрите на мою руку Так для меня вообще шок, ребята Что загорела, прикиньте У тебя еще веснушки больше появились А молодела Ты вообще Fresh Fresh girl Ну что, дорогие друзья Я начинаю Вливаться в рабочий режим Если я опять куда-то улечу Или уйду в ЛК-3 Не удивляйтесь Всегда, когда я говорю Рабочий режим У меня так и получается В общем, настроение супер Приехало Заряженное Отдохнувшее Все с кайфом Слушай, кстати, я думала Будет хуже Вау Мне уже Митя, блядь, сломал чемодан И что ты Я сейчас подкажу Там скотчем заклеил Сколько килограмм? 22 Вау Вот Так что Ребята С вами была Олечка Бабек Ждите мои новые влоги Еееей Ууу Ууу